Субтитры создавал DimaTorzok А иногда это просто какой-то афоризм, который, на мой взгляд, немножко имеет какие-то коннотации смешные Вы увидите, я просто привел некоторые примеры, можно еще находить Тем более, если не только ограничиться Талмудом, а Мидрашами и Иерусалимским Талмудом Знаете, даже когда все это изучаешь в своей жизни, не все всегда помнишь Поэтому я постепенно собираю такие вещи И вот сделал пока 30 страниц разных таких историй Я вам некоторые из них хочу сегодня прочесть без раташа Первая история из трактата Ирувин, 53 страница Однажды Рабьёшо остановился в каком-то трактире и не остал хозяйки пеа Пеа у них было, вы знаете, что есть слово пеа в торе Которое означает оставлять край поля для бедных Это значит край А было у них пеа в торе, что они, когда им давал официант или хозяйка давала еду То они оставляли немножко самому официанту или самой хозяйке Так вот, она видимо так вкусно приготовила Многие из этих историй, нужно еще догадываться, что точно произошло Здесь не говорится, почему он не оставил пеа Но вот он почему-то съел все, может быть было очень вкусно Он взял и все съел, голодный был А на следующий день опять она ему дала блюдо положенное Он опять все съел, опять и ничего не оставил Тогда на третий день она взяла и бухнула кучу соли Он попробовал, невкусно, он не стал это есть Стал есть только хлеб Она ему говорит, а что ты не кушаешь сегодня? А ему видимо неудобно говорить, что, знаете, он был все-таки достаточно чувствительный человек Чтобы не обижать хозяйку, что она пересолила Поэтому он говорит, я сегодня не голодный Тогда она спрашивает, а что же вы тогда хлеб едите? Если вы не голодные, то почему кушаете хлеб? Может, говорит, вы мне компенсацию сделали за предыдущие два дня Что вы пеа не оставляли, так теперь вы оставили мне всю тарелку То есть она ему так подсказала, да, что нужно пеа оставлять Взяла бухнула соли и говорит, теперь, наверное, компенсация за два предыдущих дня Вот судите сами, на мой взгляд, это смешная история Ну, такого вот тонкого, я бы сказал, английского типа юмора Это, конечно же, не только ради юмора эти истории рассказываются Но, во всяком случае, на мой взгляд, вот это пример В том числе юмора в Талмуде Ведь многие люди считают, что мудрецы Талмуд были очень серьезные У них мало было чего-то смешного На самом деле, Талмуд говорит, что один из мудрецов, во всяком случае, Раба Обычно начинал урок с шутки Но нам нигде, до нас не дошли его шутки Поэтому мы не знаем, в чем именно он шутил Но, во всяком случае, есть истории в Талмуде, которые, на мой взгляд, смешны Или, во всяком случае, вызывают улыбку у меня лично Вот другая история, даже, скорее, афоризм Я специально выбрал разные типы юмора здесь А в пустом сосуде одна монетка громко звенит На что это намек? Что, вы знаете, если весь сосуд заполнен монетами То его, если трясти, звенеть не будет А вот если там одна монета, его потрясти, то очень много шума Так они говорят, это также и человек, который имеет очень мало знаний Как одна монетка у него У него зато шума он производит Огромное количество То есть человек, который мало знает, очень кичится тем немногим, что он знает В отличие от мудрого человека, ему не нужно всем сообщать, как много он знает А вот вам пример каламбура Один мудрец обучал законам Песаха И сказал, что из теста, которое используется для мацы Нужно использовать для него воду, как говорится, маймшелану Вода, которая осталась на ночь Лану, это значит отдохнула Шелану, которая отдохнула за ночь То есть берут воду, черпают из колодца и забирают куда-нибудь домой, где прохладно Чтобы она остыла за ночь И можно было использовать утром эту воду для мацы Потому что иначе, если будет теплая вода, то быстрее будет процесс квашения И так мы делаем до сих пор этот закон Проблема в том, что шелану еще на иверите значит наша Поэтому все поняли, кто его слушал, что нужно его воду Только наша вода годится для пасхального теста, для теста мацы Так они все утром выстроились в очередь, чтобы получить его мацу Вот примеры парочки афоризмов Талмуда Тот, кто есть на рынке, подобен псу и не может быть кошерным свидетелем на суде Он же свидетеля презирают даже те, кто его наняли То есть сами же, кто наняли, они же его и презирают Это учится из Изебель, кстати, что она сказала, когда хотела уничтожить соседа Навота Она сказала, возьми-ка двух поганых людей каких-нибудь Двух бнейблиаль Двух отвратительных людей и возьми их как свидетели Значит, уже свидетели, даже тот, кто их нанимает Он считает их ничтожествами Вот тоже интересное Это из Пиркиавот, многие это читали уже Всем качеств относятся к болвану, а всем к мудрецу Мудрый не высказывается первым При тем, кто мудрее И не перебивает, да, он не перебивает разговаривающего Не торопится отвечать Спрашивает по существу И не дает уклончивых ответов И на первый вопрос сначала отвечает, а потом уже на второй Если ему несколько вопросов задали, он по порядку отвечает И главное, если он не знает ответа Он так и говорит, он признается, что не знает Не пытается ответить на вопрос, который он на самом деле не знает ответа И признает свою ошибку Если он ошибся и ответил неправильно, то потом он это готов признать Если ему доказали, что он был неправ Не пытается любой ценой оказаться правым, как некоторые Так вот это все относится к мудрому А, соответственно, к болвану относится все наоборот Перебивает, отвечает глупости Никогда не признает свои ошибки и так далее Мне кажется, это немножко смешно. Опять же, это, конечно, не то, что потому, что это смешно, это только смешно. Разумеется, здесь есть много мудрости в этом утверждении, но, по-моему, есть в этом некий элемент юмора, на мой взгляд. А вот такое утверждение в трактатике душин. Вы видели когда-нибудь в своей жизни оленя, который занимался сборкой урожая? Или льва, работающего носильщиком? Или лисицей, владеющей магазином? Если уж они кормятся без проблем, хотя они созданы, чтобы служить мне, животные, созданы, собственно, человеку, то тем более я должен получать пропитание без сложности, ведь я был создан, чтобы служить своему Творцу. Но из-за грехов мне приходится зарабатывать свой хлеб в поте лица. Вот тоже немножко смешная, на мой взгляд, история. Был такой мудрец в Талмуде, Раби Ишмаэль. И он был немножко грузный такой, большой и довольно богатый. Так вот, однажды Раби Ишмаэль, сын Раби Йоси, было несколько Раби Ишмаэля, большинство раз, когда мы встречаем Раби Ишмаэля, был Раби Ишмаэль сын Илиши, друг Раби Акивы. Но здесь другой Раби Ишмаэль, сын Раби Йоси, богатый и довольно полный человек. Он, значит, шел однажды по дороге и встретил мужчину, несущего груз хвороста. Тот положил ветки на землю, отдохнул, и говорит Раби Ишмаэлю, помоги мне загрузиться, нагрузи на меня снова этот хворост. Раби Ишмаэль решил, что, да, ему так тяжело там, нагибаться и помогать, и взрослым иметь его помочь еврею. Что он сделал? Он говорит, сколько стоит вообще этот хворост? Он говорит, полдинера. Ну, считайте, там, 10 долларов, например, да, по сегодняшним меркам это не очень много. И тогда тоже полдинера можно его заработать, наверное, за час или за полчаса работы. Он говорит, полдинера, ползуза. Тогда Раби Ишмаэль говорит, что вот тебе половина зуза, а этот хворост я делаю ничейным. Хефкер, да, я его делаю ничейным. Что вы думаете, этот человек сделал? Он снова взял этот груз и говорит, помоги мне нагрузить. Да, раз ты сделал ничейным, я это опять получаю себе, опять тебе митсва помочь мне загрузить, нагрузить всего. Раби Ишмаэль, человек, видимо, очень скромный и долготерпивый, опять сделал то же самое, опять дал ему еще ползуза, и опять сделал этот хворост ничейным. Тогда этот человек уже в третий раз хотел взять этот хворост. Тогда Раби Ишмаэль говорит, нет, я его делаю ничейным для всех, но не для тебя. Баба Мецея, 30-я страница. А вот такая история из Кедушина. Один сын вдовы спросил Раби Ишуа, если и мама, и папа просят стакан воды, кого обслужить первого? Ну, он говорит, служи папу. А если родители разведены? Так он ему говорит, я вижу по твоим глазам, что твоя мать вдова, но раз уж ты спрашиваешь эти глупые вопросы, это я добавил здесь, как я понимаю эту тексту, он им сказал фактически, что, он ему сказал, что, чтобы никого не обделить, говорит, налей им воду в тазик, и кукарекой, как петух, как петух созывает, чтобы вода есть, что вместо того, чтобы добавить каждому воду отдельно, налей просто в тазик и кукарекой. А вот такая смешная история. То есть, сама история, на самом деле, есть халахические принципы, которые, как большинство подобных историй, которые из нее следуют, но сама история звучит немножко смешно, на мой взгляд. Из заморской страны приехали двое мужчин и одна женщина, и с ними сверток с вещами. Так вот, первый мужчина говорит, это моя жена, это мой слуга, а это мой сверток. Второй мужчина говорит, нет, это моя жена, это мой слуга, а это мой сверток. А женщина говорит, нет, это мой сверток, а эти двое, это мои слуги оба. Так какое соломоновое решение у наших мудрецов, что оба эти люди пишут ей гет, мы же не знаем, кто из них ее муж, и она получает китубу из свертка этого, да, что сверток стоит столько, сколько ей положено было по китубе, то ей отдают этот сверток. Если меньше, значит, Если сверток стоит больше, значит, часть свертка ей отдают. Интересное довольно решение. На самом деле, там он, конечно, обсуждает детали всего этого, когда именно это относится, все не так просто, но сама идея мне показалась немножко смешной. Вот некое... Подначивали они мудрецов Бавилонии, знаете. Тогда вот бавилонские евреи и израильские, они немножко были, как сегодня с Кеназем и Сефардем. Мы, конечно, любим друг друга и обязаны любить друг друга, но иногда немножко подшучивают. Или, скажем, хасиды и меснагдем иногда, да. Вот так было у них с Бавилонией и землей Израиля. Так они в земле Израиля сказали следующее утверждение, что почему бавилонские мудрецы так красиво одеваются? Потому что, говорит, они не особенно разбираются в Торе. То есть, в смысле, они только одеждой и могут показать свое величие, что их уважают за одежду, а не за знание Торы. Поэтому приходится красиво одеваться, чтобы их за это уважали. Вот тоже, на мой взгляд, немножко смешной афоризм. В первом часу, в смысле, в начале дня после рассвета, кушают людоеды. Они не могут ждать, сразу же едят после рассвета. Во втором часу бандиты. В третьем богатые наследники, да, которые больше нечем заняться, они, соответственно, довольно рано кушают, отобедывают. В четвертом часу большинство людей кушают. В пятом рабочие. А в шестом, то есть, ближе к полудню, кушают мудрецы Торы, да, они заняты Торой большую часть дня, и поэтому они утром только что-то схватили в рот, перекусили. Это действительно митство утром, съесть завтрак небольшой, так говорит Талмуд. Но особую трапезу они уже оставляют на ближе к полудню, чтобы побольше позаниматься Торой утром. А вот такой афоризм очень красивый, и, опять же, используется у рода каламбур. По трем признакам определяют человека. Бекисо, бекосо и бекасо. Что это три вещи значит? Кисо – это карман или кошелек. Косо – это стакан, когда он пьет, видимо, вино, да, как он себя ведет, если он немножко подвыпил. И каосо – гнев, в смысле, что умеет ли он себя контролировать. Или даже если, например, разозлили, как он себя ведет. Некоторые, когда их разозлили, почти никто не бывает, чтобы вообще не злился. Но если их разозлили, они хотя бы умеют себя контролировать. Некоторые прямо выходят из себя вообще, готовы все вокруг разрушить. Вот так вот три способа проверить человека. Вот такая история. Когда умер Раби Мейер, Раби Вудаскал своим ученикам, чтобы они не пускали его учеников Раби Мейера, потому что, говорит, они не хотят учить Тору, на самом деле. Они только любят вопросы каверзные разные спрашивать. Но один ученик все-таки сумку протиснулся на занятия и спрашивает, а если Коэн с помощью своей порции храмовой сделал кедушин, осветил, да, сделал женитьбу, не кольцо дал женщине, а дал женщине свою порцию храмовую, он этим сделал. Кедушин сработает или не сработает? Вот, так Раби Ягуда считал, что это риторический вопрос, да, потому что откуда там женщине в храме, да, кто будет давать ей порции священника. Поэтому он рассердился, что его впустили. Говорит, я же говорил, что нельзя их пускать. Вот, но потом там он объясняет, что бывают редкие ситуации, когда может произойти, например, через посланника она получает, или там, допустим, все-таки если она зашла в храм, там, где обычно только мужчины коины, то какой все-таки будет ответ. Видимо, Раби Ягуда считал, что такие вопросы камерзные, нечего спрашивать. Лучше изучать Тору, которая относится, а не какие-то редкие вопросы спрашивать такого типа. Вот такая смешная история. Раби Ягуда однажды шел по тропинке, по частному полю. Когда-то девочка его спрашивает, Рэби, вы что, не видите, что это частное поле, да, что вы топчете чужую землю. Он говорит, а я же иду по тропинке, которая общая. Так где взяла ему девочка? Такие же бандиты, как ты, и протоптали эту тропинку. А вот такая интересная история, она довольно длинная, но тут много очень смешного, на мой взгляд, или во всяком случае. Юмор здесь, без сомнения, присутствует. Это из Талмудра Трактатки Душин. Что был некий человек из Нехардеи, из города Нехардеи, когда он вошел в мясную лавку в городе Помпадита, и потребовал, чтобы ему дали мясо, ему сказали, что вот сейчас мы обслужим посланника Раби Гуда бен Ехескеля, и тогда уже после них тебя. Так он так нагло заявляет, что кто такой Юда бен Швизкель, да, он издевался, да, имя изменил специально, вместо Ехескель сказал Швизкель, да кто этот Юда Швизкель, которому мясо будут давать еще до меня? Когда об этом узнал Раби Гуда бен Ехескель, он его отлучил за наглость. Тогда еще сообщили этому мудрецу Раби Гуде, что этот человек называют людей рабами. Обзывается, что все рабы вокруг. Тогда Раби Гуда его объявил, что он вообще раб, сам этот человек. Этот человек тогда пошел к другому мудрецу Равнахману, который был женат на дочке главы изгнания, так называемого, Решгалуты, и потребовал, чтобы Раби Гуду вызвали на суд. Значит, приходит повестка в суд Раби Гуде. Раби Гуд не знает, идти или не идти, потому что он сам большой мудрец, еще и ему идти к Рабу Гуду, который мудрец, видимо, меньшего калибра. Но в результате ему сказали, посоветовал некий Рабхуна, что стоит пойти, потому что все-таки это он судит с позволения главы изгнания, поэтому иди на суд. И приходит Раби Гуда, и все, что делает Рабхнахман, он на всем этим издевается и говорит, что все делает не так. Например, он видит, что Рабхнахман делает какие-то перила. Так он говорит, вы разве не знаете, сказал Шмуэль, что человек, который является главой, как вы, он не имеет права при всех делать работу, это как бы унизительно для вас. Потом другие вещи, которые делает Рабхнахман, и на всем этим Рабхнахман цитирует Шмуэля, что так нельзя делать, это все неправильно. Тогда Ялта, жена Рабхнахмана, которая была дочкой как раз вот этого главы изгнания, посылает мужу записку, говорит, отпусти поскорее этого Равина, потому что он будет все время над тобой вот так вот превращать себя в необразованного простолюдина, да, над всем что ты делаешь, издевается. Ну, спрашивает тогда Рабхнахман, а зачем вы пришли? Тот говорит, вот же, вы меня пригласили в суд. Говорит, как? Я даже не понимаю вашу речь, как я мог пригласить вас в суд? Он говорит, а вот повестка. Окей, говорит, ладно, раз уже пришли, чтобы не сказал никто, что мы покрываем друг друга, объясните, что произошло. Ну, ему рассказывает Рабхнахман, что он отлучил этого человека за то, что тот оскорбил моего посланника. А говорит, почему ты назвал его слугой? Потому что он других называет слугами. Говорит, Рабхнахман, подождите, подождите. Если человек называет других слугами, мы подозреваем, что он может быть сам слуга, но невозможно заключить, что он точно слуга. Как ты мог его назвать слугой только потому, что он называет других слугами? Тогда этот человек сам говорит, что, как вы смеете называть меня слугой? Я из царского рода хашмунаев. Так тогда Рабхнахман говорит, ага, так вот как раз хашмунаи, из них никого не осталось. Они все были перебиты Иродом и его потомками. Так что из них, все, кто сегодня говорят, что они из хашмунаев, это все слуги. Да, потомки Ирода. Вот еще история интересная. Это скорее было у них такое правило, не говорить ничего плохого. Так вот, был случай, когда какой-то мудрец побывал в деревне и приезжает назад и спрашивает у него, ну как растет пшеница? Он говорит, он не хочет сказать, что плохо, потому что, да, что плохо выросла в этом году пшеница, потому что плохого они не говорили. Он говорит, что ячмень хорошо растет. Так ему говорят тогда, это сообщи, пожалуйста, лошадям и ослам. Они в те времена в основном ячмень, ячменем кормили лошадей и ослов. А что должен был он сказать, чтобы не говорить открыто, что плохо растет пшеница? Он мог бы сказать, что хорошо растет чечевица. Или мог сказать, в прошлом году хорошо выросла пшеница, да, не говоря, что в этом плохо, но мы из этого выучим, да, услышав, что он отвечает на вопрос, что в прошлом году была хорошая пшеница, мы будем знать, что в этом году плохая. Вот тоже интересный афоризм. Тот, кто переводит стихи Тора дословно, лгун, а тот, кто добавляет, наоборот, к переводу, он богохульствует. Мне кажется, это своего рода афоризм, потому что, а что тогда делать? Нельзя переводить дословно, но нельзя добавлять. Но в том-то и дело, это вот очень сложный баланс, что, с одной стороны, нужно понять, что имеет в виду Тора, и перевести на нужный язык так, чтобы на этом языке это то же самое значило. То есть иногда приходится добавлять какие-то слова, а по-другому невозможно. Но если ты начинаешь от себя заниматься, да, добавляясь полностью от себя, то тогда действительно ложь, ты не имеешь права... То есть это богохульствие даже, это еще хуже, да, что ты не имеешь права добавлять к Торе. Но и дословно переводить чаще всего нельзя. Во многих стихах, если переводить дословно, это ложь. Поэтому вот такой интересный афоризм. Как сложно быть настоящим переводчиком. Вот такая интересная история. Справедливо, справедливость ищите. Это выражение истории цедек-цедек-тердов, что искать нужно справедливость написано дважды. Что первое, имеется в виду, что нужно действовать на основе закона еврейского. Но второе, это идти на компромисс. Что иногда суду приходится, или они стараются уговорить людей идти на компромисс. Не по букве, так сказать, закона действовать. И пример, который мне приводит, очень интересный. Вот, допустим, да, напоминает стихотворение «В этой речке утром рано утонули два барана». Так вот, говорится, что если, допустим, два верблюда идут навстречу друг другу, и узкий проход, то кому-то из них приходится возвращаться назад. Как это решается? Или если кому-то ближе возвращаться, или у кого-то меньше поклажей, тогда он возвращается. А если все одинаково, кидают жребий, и потом доплачивает тот караван или тот верблюд, который выиграл на этом, ему не пришлось возвращаться, он доплачивает тому, кому пришлось идти назад. Но главное, чтобы они пошли на компромисс. Иначе, если попробуют оба пройти, то оба упадут. И любой из них может упасть. Известный вор хотел раскаяться. И когда он хотел сделать шуву, его жена сказала «пустышка», «рейка» так они называли, «пустышка», тебя же снимут все до последнего пояса. Если ты попытаешься расплатиться со всем, что ты наворовал, ты никогда не сможешь это сделать. Поэтому говорит Талмуд, что этот вор решил не раскаяться и продолжал воровать. Поэтому мудрецы тогда установили такой интересный закон, что если вор постоянный, который на этом только жил и уже использовал все, что он своровал за это время, он пытается раскаяться, мы с него не берем компенсации того, что он уже использовал из краденого, мы не требуем из него компенсации, потому что иначе никто из воров никогда не раскается. Вот интересный афоризм, который Хазальг говорили насчет человека, который недавно женился. Его спрашивали «ты находишь или ты нашел?» Что имеется в виду? Что они из стихов, из Мишлея, из Кохелета пытаются сказать, что есть разница между прошедшим и настоящим временем. Что если человек нашел жену, это хорошая жена. Если он находит жену, то это обычно сварливая, тяжелая жена. Почему? Вернинский гаун объясняет, что, к сожалению, хорошее мы не замечаем, человек быстро привыкает. Поэтому если человек говорит, что он нашел жену, то, скорее всего, это хорошая жена. И он уже не замечает свое благословение, которое он получил. А вот если это плохая жена, там он все время ее находит. Она постоянно его мучает, и он постоянно об этом помнит, на ком он женился. Вот очень смешно, Медраж из Медраж Кохелет. Про среднего человека, конечно, не ко всем это относится, к праведным это не относится, как говорит Медраж, но к среднему человеку говорится, что 7 миров упомянутых, хевель, хевель, да, пустота, щита, как говорит Кохелет, все эти 7 видов пустых миров, которые проходят над человеком. А именно, первый мир, он как король, все его целуют, да, бэйби, родился, пуп земли. Второй мир, он как свинья, везде лазит и все кладет в рот. Третий мир, прыгает как козел. Четвертый мир, похож на лошадь, гордится своей молодостью и хочет жениться. Когда он женился, начался пятый мир, он теперь тяжело работает, как осел. Шестой мир, родились дети, он теперь бегает за пропитанием, как собака, да, давай, давай, гав, гав, да, гав, 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 на араминском значит давай, они как бы иногда использовали этот тоже каламбур, да, что собака на кругу все время давай, давай, он бегает, как собака. А седьмой мир, они сравнивают с обезьяной, что идет себя уже как ребенок, все возвращается в круги своя, как говорится, да, он теперь все больше похож на обезьяну, ест как ребенок и задает глупые вопросы. Вот интересная история с намеками. Раф Кахана хотел вернуться в родной Бавилон из Израиля. И перед этим он пошел к главному раввину, Раби Йохану, и сказал, если мама человека обижает, а мачеха его уважает, то с кем ему жить? Он говорит, с тем, кто его уважает. Взяв Раф Кахан уехал. Раби Йохан спрашивает учеников, почему он уехал, не спросив, не попрощавшись. Они говорят, он так у тебя и попросил разрешения, что мачеха это Бавилония, а мама это земля Израиля. Он сказал, что меня уважают в Бавилонии фактически, поэтому что мне делать? Ты же ему сказал, нужно жить с мачехой тогда. Вот он уехал в Бавилонию. Вот такая интересная агада в Талмуде, в фрактате Таанит. Что есть стих, Когелоти, разве укусит змея, не прошипев? Тогда в чем же преимущество языкастого человека? Так вот, говорится, во время мачеха все животные придут к змее и скажут, что лев кусает животных, чтобы съесть. Волк их рвет. А ты, говорит, зачем кусаешь змея? Ты же их есть все равно не будешь. А змея ответит, а какая выгода у сплетника? В смысле, что сплетник тоже никакой физической пользы в себе не имеет, до того, что он накакал на других своим языком, тем, что он других испортил ему репутацию, или он про других любит поговорить плохо, промыть всем косточки. А что, он удовольствие, что ли, с этого получает? Да нет. Вот интересный афоризм. Про судей, которые их назначают за деньги, сказано, не делайте себе богов из серебра и золота. Боги из серебра и золота. Это люди, которые назначили как судьи за деньги, за взятки. А вот интересная, на мой взгляд, немножко смешная тоже история. Плимо был такой мудрец. Каждый день, когда он делал какие-то митвы, видимо, он говорил всегда, это стрелав глаз сатану. На каждую митву он так говорил. Так вот такая смешная история рассказывается в Талмуде насчет того, что сатан решил его проучить за такие слова. Накануне Йом-Кипура этот сатан замаскировался бедняком и пришел, позвал у двери Плимо. Ему выдали хлеба. Он говорит, в такой день, говорит, все внутри едят, а я должен снаружи есть. Окей, его впустили. Опять же, ему было предложено поесть хлеб где-то сбоку, видимо. Он говорит, ну все же за столом, а я, что ли, один буду есть. Окей, его пусть впустили тогда за стол. Он весь такой гнойный, противный и ведет себя отталкивающе. И ему говорят, сядьте правильно. Тот говорит, дай мне стакан. Ему дали стакан, он стал туда всякую мокроту выплевывать. На него гаркнули, а он сделал вид, что он умер. То есть сатан в виде бедняка валяется теперь. И пошли сразу слухи, что Плимо убил человека. Ну, Плимо испугался, да, там же все-таки тоже была своего рода полиция, могут арестовать, и пока суть до дела будут разбираться, а тут ему кипур на дворе. Он взял и убежал, и спрятался в туалете. А сатан последовал за ним, и когда Плимо увидел, что происходит, что он снова живой, он упал перед ним. А сатан, видя, как Плимо так страдает, говорит, а почему ты всегда говоришь таким образом, да, что ты все время говоришь, стрела в глаз сатану? Он говорит, а как мне говорить? Ты говорит, говори Всевышнему, а пусть милосердный Бог упрекает сатана. Да, и есть такой стих в пророке Захария, что Егар-Беха, Всевышний Егар-Беха, сатан. Всевышний тебя, так сказать, упрекнет. Вот так нужно говорить, что Всевышний упрек сатану. Не следует, так сказать, все митвы как будто бьешь в глазу. Вот еще немножко смешная аналогия этой саводы Рабинатан. Это как комментарий к Пиркиавод, что царь построил дворец, а около входа выбил канализацию. Так все проходят мимо и говорят, какой красивый дворец, ну как тут красиво пахнет. В чем смысл этого, на что это намекает? Что человек, у него красивое тело, но выходит из его заднего прохода, извиняюсь, выходят всякие гадости вонючие. И все равно человек такой гордый. Так что бы было бы, если бы у человека во время его похода в туалет выходило бы что-то благоухающее, что-то приятно пахнущее, он бы еще больше гордился. Так это все они комментируют к словам в Самиферкеавод, что знай, что ты родился из вонючей капли, что будь скромен всегда. Вот еще интересный эйфоризм, что говорят наши мудрецы, трое кричат и Всевышний им не отвечает, потому что они сами виноваты в своем несчастье. А именно тот, кто имеет деньги и дает их в долг без свидетелей. То есть он фактически нарывается на то, что ему потом не вернут. У нас свидетелей нету. Второе, это приобретающий себе хозяина. Позже увидим, что имеется в виду. А третье, это подкаблучник своей жены. Так вот, что такое приобретающий себе хозяина? Есть три мнения. Первое, что имеется в виду тот, кто приписывает свое богатство нееврею. В смысле, он не хочет, чтобы другие евреи у него просили деньги в долг. Или на цедаку, наверное. И он говорит, это не мои деньги, это деньги моего соседа Джона, Ивана. А потом этот нееврей взял свидетелей, которые это слышали, и поведет его в нееврейский суд, где просвидетельствует, что все деньги этого еврея принадлежат Ивану, и ему придется все отдать. Это называется, делайте господина. Второе объяснение. Имеется в виду тот, кто свое имущество еще при жизни отдает детям. Детям его теперь не уважают, раз они уже получили все наследство, то теперь могут его оставить на произвол судьбы. И, наконец, третье мнение, что это человек, который плохо живет в каком-то городе, и не хочет переезжать, остается в городе, и ему очень плохо. Вместо того, чтобы искать счастье в другом городе. Вот еще интересная история из Иерусалимского Талмуда, что однажды рабе Шимену Бен Шатаху пришлось убегать из-за гнева царя Яная. Был такой царь из династии Макабеев, Хашманаев, правнук Матитьяху. Так вот, когда приехали какие-то персидские мудрецы к царю, а они помнили, что был когда-то мудрец там, то они спросили у царя, а где вот этот мудрый еврей. Тот Гэй тогда выслал за Шименом Бен Шатахом и пообещал ему, что он его не тронет. Приходит Шаби Шимен Бен Шатах, и ему дают стакан вина, чтобы он сделал зиму. Так он тогда говорит, да благословим мы за еду, которую ели Яная и его друзья. В смысле, он с издевкой говорит, ему же не дали ничего поесть. Так он говорит, что обычно зима состоит в том, что говорит, благодарим того, кто дал нам эту пищу. А он говорит, да благодарим того, кто дал Яная его пищу. Яная говорит, ты что опять издеваешься? А он говорит, а как мне сказать? Да благодарим того, чью пищу мы не ели, да, мы же не ели, я же не ел. Тогда ему дали что-то поесть, и после этого он уже сделал зиму. А вот история с Рабишимом Барьяхаем, тоже из работы Рабина Тана. Что однажды он пришел к какому-то больному навестить, а тот лежит, наверное, и проклинает Всевышнего. Рабишим ему говорит, бездарь, что ж ты делаешь? Тебе нужно молиться о выздоровлении. А он говорит, ах так, да, что Всевышний делает все к лучшему, и нужно мне молиться за выздоровление, так пусть Всевышний возьмет мою болезнь и на тебя, говорит, на тебя, Рабай, пошлет ее. Вот, а Крабишим он тогда сказал себе сам, что по заслугам не воздал Всевышний, что я получил эти проклятия от этого болтуса, что надо было мне заниматься Торой, а я пошел его навещать, да, такого придурка нечего навещать, еще ему мусар читать. Вот еще интересная история из Масеха Дерехерец, что Рабио Шуа однажды принимал гостя, молодой человек, которого он очень хорошо обслужил, как будто он важный очень гость, и ночью его поместил в комнату на втором этаже, а они спускались по лестницам тогда, не внутри дома, а были снаружи лестницы, он взял и убрал лестницу. Ночью этот человек встал в полночь, забрал как можно больше имущества в свой мешок, да, вор оказался, и попытался вылезти наружу, но лестницы-то не было, он упал. Утром приходит Рабио Шуа, видит, как он корчится от боли, и говорит, что ж ты это сделал-то, разве так поступает? Он говорит, а я же не знал, что вы забрали лестницу. Он говорит, я, говорит, еще вчера тебя подозревал. В смысле, от того, что я тебя хорошо обслужил, это не значит, что я тебя не подозревал, поэтому сказал Рабио Шуа, что пусть любой к вам пришедший гость, вы его обслуживаете, как Рабан Гамлеэля, а бойтесь, что он последний бандит. Наконец, хочу вам прочесть интересную историю, которая в стиле Шерлока Холмса в Талмуде. Однажды два еврея попали в плен, и один из пленников сказал другому, что когда они шли по пути и гнал их новый владелец, сказал один другому, что верблюд, который идет перед нами по дороге, слеп на один глаз, несет два бурдюка, один с вином, один с маслом. Один из погонщиков верблюда еврей, а другой не еврей. И когда разговор услышал их конвоир, он говорит, что откуда ты это знаешь? Они ему сказали, что, во-первых, трава объедена только с одной стороны, значит, верблюд видит только в одну сторону, у него только один глаз работает. Во-вторых, вино протекает немножко, и масло протекает, но масло, капли не впитываются в земле, а вино впитывается, поэтому мы видим по тому следу, что было вино и масло. И еще говорит, что мы видим, остаются отходы прямо на дороге и где-то в кустах там сбоку. Значит, мы видим, что впереди идет еврей и нееврей. И они говорят, что еврей ходит в туалет скромно, куда-то в кустике, а не еврей прямо на дороге какает. Ну, этот человек, который взял в плен, он разозлился, думает, что это глупости. Но потом они нагнали впереди еще верблюда, оказалось в точности, как сказали эти два мудреца. И тогда он, говорится, поцеловал их, и накормил их, и отпустил. И на этом заканчивается наш дебютный урок на Ютьюбе. Я надеюсь, без ряда нашим еще делать уроки на Ютьюбе. Видимо, это более возможность, большее количество людей заинтересовать. Урок наш посвящался. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!